Рязань известна в стране не только как родина Сергея Есенина, но и как крупный промышленный центр. На территории региона много предприятий, побочные эффекты которых загрязнения, атмосферного воздуха и питьевой воды. Экологи-активисты разработали проект «Экомониторинг», подразумевающий системный и общественный контроль за соблюдением норм на предприятиях. Принять непосредственное участие в работе может абсолютно каждый житель региона. В чем плюс этой площадки, этого проекта, он наглядный и он не обязывает самих жителей там кого-то звонить, ГОЧС, упрашивать там или стоять в очереди к этой трубке в 3 часа ночи, когда выбросы по ночам происходят. Человек приходит, регистрируется, заполняет соответственную запись в воздухе. Проект уже запущен при поддержке партии «За правду». Проблема стоит остро, поэтому председатель партии предложил сосредоточиться на нескольких вопросах, требующих внимания, и интенсивно заниматься именно ими. И у меня установка по отношению ко всем регионам одна и очень простая. Мы говорим и презентуем только те задачи, те проекты, которые мы в состоянии тащить не до выборов, а собственно всегда. Да. И я как уроженец Рязанской области, и как человек, у которого мама здесь живет, я, конечно же, прямую ответственность несу перед моей многочисленной роднёй, которая по всей Рязанской области проживает. Особое внимание движение «За правду» обращает на проблему загрязнения ВОД. Активисты партии составили эко-петицию. На диалог с представителями партии вышли менеджеры РНПК, ведутся переговоры, и уже на начальном этапе партийцам удалось найти первые конструктивные решения. Особое беспокойство вызывает ситуация с питьевой водой. Были неоднократные жалобы, все про это знают. Специалисты называют среди основных проблем – это изношенность самой системы, неудовлетворительное состояние очистных сооружений. И одним из важных моментов – это вывод из эксплуатации большого количества артезианских скважин, положенных на территорию ВОД Рязани. Лидер движения Захар Прилепин с готовностью взял на себя ответственность выступить посредником и проводником в диалоге между обществом, властью и предприятием. Такая схема работы позволит максимально контролировать процессы, которые пока не прозрачны для общества, и достичь реального результата в виде чистого воздуха и гарантированно безопасной питьевой воды в регионе, а следовательно и повышение уровня жизни каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok